Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 25-й том, вопрос 3696. «Вы что-то нашли ценного в «этюдах» отца Геннадия Фаста?» Отвечает Игнат Тихоныч Лапкин. «Ценно всё, что читаешь, если есть в руках светильник». Кавычки открыты. «Теперь, после стольких лет диктата атеистической идеологии в нашей стране, эти труды особенно ценные и широко востребованы. Ветхозаветная священная история, преподанная современным понятным и доступным языком в данном всем новом изучении отца Геннадия, уверенно принесет большую пользу тем, что послужит правильному пониманию читателями в заветной истории, без знания основ которой вечное спасение вряд ли на нас возможно». Архиепископ Красноярский Енисейский Антоний Кавычки закрыты. «Вчерашняя подпевала этой самой власти, завтра же будут снова кодить ей и зализывать». 1939 год рождения. «Т. Черемисов где же был при окончании советской власти и как его рукополагали?» «А тут вроде бы и не к месту вернул столь боевой клич, как с кафедры заядлых экуминистов. Поэтому и верить не тянет. Это их патетики». Кавычки открыты. Паломничество и достижения библейской археологии и текстологии чрезвычайно важны на пути к пониманию Библии. Святые отцы в большинстве своем еврейским языком не владели и не читали Ветхий Завет в греческом и латинском переводах. Родная стихия еврейского языка, божественного откровения, святой земли, древнего иудейского предания, культуры древнего Израиля и богомудрая духоносная стихия благодатной святоотеческой православной экзегетики – «Вот та земля и то небо, в которых живет и питается истолкование Слова Божия». Через иудейские книжки промыслом Божьим святейший текст Библии с удивительной точностью сохранился и дошел до нашего времени. Вот несколько примеров указаний Талмуда о законах строжайшей точной передачи текстов. Свиток изготавливается только из шкур чистых животных, как для жертвоприношения, и скрепляется жилами таких же чистых животных. Длина каждого столбца составляла от 48 до 60 строк. Длина каждой строки составляла 30 знаков. Перед началом письма весь манускрипт должен быть разлинован. Если хотя бы три слова написаны не по линии, вся работа негодна. Чернила только черные и изготовлены по особому рецепту. Переписывать можно только оригинал. Недопустимо абсолютно никакие отклонения от переписываемого текста. Ни одно слово и ни одну букву нельзя писать на память без свечения с текстом. Переписчик Софер должен быть евреем, умытым перед работой с головы до ног, одетым в еврейской национальной одежде. При написании имени Бога перо не должно дважды обмакиваться в чернила. При написании имени Божия переписчик не должен отводить взгляд от текста, даже если к нему обращался царь. Во время чтения к тексту нельзя прикасаться руками. Для этого используются изящные золотые или серебряные указки яд в форме человеческой руки. Свитки, не соответствующие этим требованиям, должны либо разжигаться, либо закапываться в землю. Ввиду абсолютной точности списка и обветшалости оригинала, список считается выше оригинала. Поэтому оригиналы не старались сохранять. Поврежденный оригинал считался неполноценным и хранился в синагоге в специальной коморке геницы. Если в генице становилось тесно, то оригиналы уничтожались. Продолжая работу Соферов, Масареты для страховки точной передачи текста, а может и усматривая в том-то какой-то мистический смысл, указывали на полях число букв, слов и фраз в каждой книге. Отмечали, какая буква находится в середине каждой книги и всего Танаха, сколько раз определенные слова находятся в каждой книге во всем Танахе, даже почитывалось, сколько раз встречалась какая буква алфавита. Изначально библейские книги не имели никакого деления. В 1205 году координат Стефан Лингтон в Кембридже разделил на главы библейский текст в Ульгате. Это разделение было завершено в 1240 году ученым-доминиканцем Гуго Дэн Сенширом, издавшим свою симфонию в Ульгате. Парижский типограф Роберт Стефан ввел разделение всего текста на стихи в греко-латинском издании Нового Завета в 1551 году и в полном издании всей Латинской Библии. Текст Тептуагинта III века до Рождества Христова не дошел до наших времен. Акила, ученик Рави Акибы по 50-й по 132-й год по Рождеству Христова. Грек, родственник императора Адриана. Сначала он принял христианство, а потом стал иудейским паразелитом. Осуществил новый перевод, в котором буквализм является главной характерной чертой. Феодотион, паразелит из Понта, жил во второй половине II века по Рождеству Христова. Книга пророка Даниила и часть Иова переведены с его перевода. Симах, иудейский паразелит, современник император Аврелия, 1061 год по 1080. Осуществил совершенно новый перевод, наиболее ясный и изжачный из всех переводов. Иудеи вавилонской диаспоры преимущественно говорят на арамейском. Еврейский остается только языков мудрецов, хамаров. Считается, что разговорным языком Иисуса Христа был арамейский. Сирская церковь, миссионерствуя в Азии, не позволила переводить Священное Писание на народные языки. Деяния 2, 42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Священное Писание должно непременно питаться живыми струями его литургического чтения. Благовестие Слова миру исходит из тайной алтаря, из его звучания на литургии. Исайя 2, 3. Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. То есть Слово обитало и среди них церковно-ихористически, молитвенно. Молитва и Евхаристия – основные ключи к Слову Божию в доме церковном. Святые отцы и жития святых многие многое почерпнули из-за покрепов. В 1365 году было завершено составление Иерусалимского Талмуда Гемары. А в 500 году по Рождеству Христову был завершен Вавилонский Талмуд Гемара. Гемара, как комментарий к Мишне, в свою очередь бывает двух родов, которые называются Галаха и Агада. Галаха – это закон, правило постановления. Это юридические и моральные комментарии Мишны. Агада – это сказание, повествование о событиях в реальном или метафизическом мире. Тексты Талмуда, в которых толкует Священное Писание, называется «Митраж». Кавычки закрыты. Когда читаешь подобные сокровища, то невольно думаешь, кому оно достанется. В это самое время каждую минуту появляется новый сектант и эговист, как подсчитал Дворкин. А сколько же иных еретиков, мусульман и прочее. У меня такое внутреннее ощущение, когда такое читаешь, что мне на голову надевают толстую чугунную сковородку с огромными краями ниже глаз и добой палкой по сковороде. И везде оговорки, что тема не исчерпана и ждет своих исследователей. А в это время сектанты идут и идут от двери к двери. Одна проповедь Чарльза Спержена или Ярла Пести перетянет все академии, все мидраши православные, все разорительные хаджи по святым местам. Мне так и видится отшельник-книжник, ищущий разгадки значения слов и цифр. А люди снаружи стоят и ждут ответа. Что же нам делать? Исайя 55 глава 6 стих Ищите Господа, когда можно, найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Книга Амоса 5.14 Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саволов будет с вами, как вы говорите. Стихотворение Еще был час шестой в исходе, но надвигалось тяжело. Удушливая ночная мгла, и ужас царствовал в народе. И в надвигающейся тьме кресты чернели на холме. С зловещим призраком. Казалось, от них повсюду разливалось, весь мир окутавший мгла. Христос безмолвствовал щела, кровавый пот не падал боли, и Он, покорный Божьей воле, за человечество страдал. Но час девятый наступал, и вот над ланью гор и леса померкло солнце из-за веса, который разделился храм. Разорвался пополам. Тогда Христос в предсмертной муке возвал, предвидя смерть свою, тебе в твои святые руки, мой дух я, Отче, предаю. И молвив это, испустил сын человеческое дыхание, и содрогнулось мироздание, и землю грешную укрыл собой мрак зловещий грозно. И люди поняли, но поздно, в своей безумной слепоте, кто был распятый на кресте, и чьи вины во искупление принял он смерть и поношение. О Михайлова!